Наш специальный корреспондент Анна Потагина побывала там, где граница русской земли проходила еще во времена Александра Невского. С распадом СССР история вернулась на круги своя. Псковская земля стала пограничной. 789 километров административной границы стали границей государственной. Ипсковщина вновь обрела значение форпоста на северо-западе России. Десятилетиями псковичи жили в мире и согласии с белорусами, латышами и эстонцами. Потом бывшие соседи стали державами. И вскоре из России потянулись первые контрабандные обозы, путь которым перекрывали районные УВД. Когда с западных рубежей бывшего Союза на Псковщину переместили настоящих пограничников, нелегальный грузопоток прикрыли. Но в области появились другие проблемы. Людей надо было как-то размещать. Кроме того, в таможенную и пограничную службу стали уходить гражданские специалисты. Там платили больше, а главное регулярно. Ира служит по контракту полтора года. По образованию художник по росписи фарфора. Службы довольны и считают, что российских пограничников нарушители боятся. А мы потому что все выявляем таким. Местные жители границу уважают. Если все по закону и все нормально, то проблем нет. Парадокс. Граница с Прибалтикой наиболее обустроенная. Хотя между Россией и Эстонией до сих пор нет договора о государственной границе. Эстонцы по-прежнему считают Печорский район Псковской области своей территорией, как было обозначено в Тартусском мирном договоре 2020 года. А потому граница определена и оборудована только с нашей стороны. Впрочем, российских пограничников это волнует мало. Служба – везде служба. Анна Потагина, ТСН с российско-эстонской границы.